Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Очень много информации стало появляться в группе официальной, официальный источник SDR Survival. Это есть практически группа в любых соцсетях, поэтому ищите, находите. Я думаю, что это легко. Спасибо вам огромное за то, что вы поддержали в виде того, что написали, что Михалыч, там вышел тизер, там вышло то, там вышло это. Итак, ребят, у нас есть официальный тизер, как вы уже поняли. И обязательно я буду заниматься сегодня своими повседневными задачами в игре. А вы не забывайте поддержать канал лайком, комментарием, подпиской. Обязательно приходите на стримы. Обязательно, ребят, это 10 часов утра, либо 8 часов вечера. Стараюсь запускать ежедневно, поэтому жду каждого, ребят, с нетерпением, так как мотивация падает с каждым днем просто геометрической прогрессии. Просмотров нет, лайков нет, комментарии не пишутся. Конечно же, подписки на одном месте, это очень сильно, ну, как говорится, расстраивает. И вообще ролики и стримы запускать не особо хочется. Итак, то, что я делаю каждый день, это рулетка, кручу рулеточку, и, естественно, здесь мучу халявные монеты, либо провиант, очень приятно. Также можно что-то покупать у себя на черном рынке. Гляну, вот, например, заряд C4, куплю, куплю ВСС, куплю, конечно же, вот эту вот штукенцию, миротворец. Очень все приятно, можно блюдо дня, но это, я думаю, что сегодня на стрим нам останется. Все на стрим останется. Залетаем дальше. Итак, я пойду на рейд, наверное, вместе с вами, так как мне будет интересненько посмотреть, что там за рейд. Ну, а мы вместе с вами сейчас чекнем тизерок, и обязательно, я думаю, что обговорим, что да как, да с чем его едят. Я выложу все, все то, что я купил на черном рынке, и обязательно, ребят, мы тизерок сейчас будем заценивать. Итак, что такое тизер, с чем его едят? Я думаю, что вам это уже известно, но, тем не менее, я не мог пройти просто незамеченным. Так, я вообще очень смотрю, как в The Forest графа нас пацан просто элементарно, просто элементарно целится с ружбаечки куда-то вдаль, и что можно об этом сказать? Об этом, по-моему, можно сказать больше, чем хотелось бы. Представьте себе, у нас появится СВД. Та пушка, которая у нас, как минимум, появилась когда-то. Я, конечно, хотел бы сказать об этой оружии больше. Итак, наперска антога отлично подходит для проведения спецопераций. Вот оно, все есть, кроме Вольфрама. Я не думаю, что Вольфрам добавится, или думаю. Давайте так, сейчас-то вот это все. Ребята разделились на два лагеря. Один говорит, что типа ура, Вольфрам залетает к нам в игру, другой же, другая же часть ребят говорят, что нет, такого не может быть, и все-таки просто изменится крафт СВД-хи, и мы просто сможем ее крафтить. Я думаю, что ни то, ни другое может не появиться. Вы знаете, что у нас есть куча оружия, которое есть, но его крафтить, увы, нельзя. И это что, естественно, сейчас может также случиться ССВД-хи, которое появится в игре точно как огнемет, точно как другие оружки, которые появятся, но в принципе от этого ничего не изменится. Почему? Я не хочу знакнетать обстановку, но мне кажется, что хотя может и появиться крафт. Давайте сейчас в комментариях, кто за что. Ты как думаешь, появится у нас Вольфрам, или ты думаешь, что появится у нас просто оружка и никакого Вольфрама? Так, если кто-то помнит игру с самого начала, это очень важно, я не знаю, сейчас к жестким, ладно, не жестким, наверное, к олдам игры, которая прям душой и сердцем с игрой играет очень давно. Ребят, представьте себе, что когда-то на СВД писалось, что с ней можно делать какие-то набеги-налеты. То есть, что имелось в виду? Каждый раз, когда вот на СВД, то есть, самозарядное СВД, кстати, описание совсем другое, а тут, ну да, такая же, ну то есть, вот такая вот СВД-ха, да, а я на винторез показал, блин, е-мое, в начале, СВД-ха, самозарядная снайперская винтовка, да, вот она. И я думаю, что эта снайпа нам поможет, ну как минимум выполнять какие-то отдельные миссии. Помните такое дело, как привал дороги? И честно, там когда-то, ну вот здесь, у нас внизу на панельке, где крафт, где монетки, где вот это все, у нас здесь писалось, что типа с помощью снайперской винтовки, ну это только олды могут помнить, с помощью снайперской винтовки можно делать засады на выживших. Представь себе, это было такое, я думаю, что нет, не сошел с ума, нет, это точно такое было. Прикинь, что можно будет делать какие-то, типа с помощью этой винтовки можно типа а-ля новый ивент выпускать, такой же, как привал у дороги, прикольно. Ну, это просто, я так сказал. Но на самом деле, может быть совсем не так, это просто будет винтовка. Мне интересно так же, как вы думаете, СВД-ха будет, наносить больше, чем АВП-ха урона. АВП, то есть АВМ, ультиматум. Ультиматум или СВД, на что вы ставите? Очень интересно было бы сейчас почитать комментарии, блин, буду стараться, ребят, сейчас у меня утренний стрим, увы, не получается, но на вечерний постараюсь залететь к вам с ноги и мы вместе с вами обсудим это все дело и я обязательно буду читать то, что вы там написали. Мне очень-очень интересно, ребят, ваше мнение, потому что каждый раз снимая вот эти вот видосики, хочется, знаете, каждый раз слышать что-то в ответ от вас, от каждого. Это будет очень, это было бы очень прикольно и я думаю, что с души послушать, посмотреть, это все дело было бы круто. так, я взломал практически всю базу, не жалея заряда все четыре вообще ни разу, я взломал всю базу, не жалея ни одного заряда все четыре ни разу, это даже как какой-то фристайл у нас получился, так, что мы имеем на этой базе, база вся железная, вложу копья, то есть копья это то, что у меня, как говорится, стырили, проволока всегда нужна, пластмасса пружинный, блин, ребят, ну если честно, тут и брать-то и ничего, ничего брать, на самом деле, вообще, бородень, а не база, дикого браза, ну давайте, ключ еще заберем, ну и наверное, сейчас почта не раз меня спасала, потому что мне нужно шарахнуть, как говорится, бабах, тем еще раз, и не только один раз, весь, так, бахаем, надеюсь, там что-то есть, ага, то есть, здесь вообще вафель, а не база, база вообще железная достройка, я так понимаю, что просто руки не дошли до того, чтобы построить железные стены, чтобы я вообще сюда не смог, здесь ничего не смог забрать, но с другой стороны, что мы видим, мы видим большущий рейт с тремя зарядами С4, и минус лут вообще, в принципе, можно было не брать, но я думаю, что есть человек, который порадуется и такому рейду, у нас такие люди есть, это Денис, Денис Насонов, Денис Насонов, потому что он очень любит винчестеры, он с первого момента, когда можно было получить винчестер, скопит их, и практически ему лучше ВСС удалить, чем винчестер потратить, он удаляет все оружие, только винчестерами все копит, так, ладно, и домой, в принципе, сейчас дележка с рейдерами, все остальное, мы чекаем еще раз тизер, в принципе, мы видим, что здесь ведется охота на какого-то зомби или еще что-то, понятно, что может быть новый какой-то снайперский режим, но это очень-очень-очень конечно навряд ли, у нас также есть привальчик у дороги, на который просто можно залететь, и наверное на этом закончим, потому что привалы у дороги, кто не ходит на привалы, тот поступает очень немудро, так как привал это очень хорошая тема, подняться не только по хорошему огнестрелу, не только там по каким-то ресурсам, но и по броне, и даже выпадает какие-то уникальные предметы, ресурсы, которых в игре вобще нету, ну вообще нет, но они есть логично, которые в игре вобще не задействованы, так, привет, журавль, поехали, кстати, я не знаю, что нужно делать, может быть у вас есть кто-то, кто уже понял, что здесь делать, он бывает говорит прощай, вот доходишь до этого момента, он говорит проща, нет, ну тут вроде бы зомби все замучено, мне нравится этот ивент больше всего из привалов, потому что здесь они просто заняты зомби, и все отлично, максимально симпатично, ты просто ждешь, они там себе мудохают зомби, сливаются, вот сейчас пошла вторая волна, они пошли там воевать, пускай воюют, а мы сейчас залутаем и просто свалим отсюда на все четыре стороны, конечно, конечно, можно еще залутать их тела, но это уже совсем другие дела, ждем, они по-моему сейчас сыграться на меня, да, но мы можем свалить на все четыре стороны, если бы не проволока, которая там была, и в принципе досвидули, покидули, бам-бам по губам, все, до свидания, посмотрим, что в пацанах, бывает тоже что-то очень приятное, и в пацанах тоже, в принципе вот так вот интересно, кто-то бы сказал сейчас, Михалыч, ты по-моему не долутал ящик, я наверное попробую с него, там зомби уже идут, надеюсь, что они не дойдут, мы посмотрим, что здесь, ящики тоже бывает, что-то очень важное лежит, и ушами шевелит, так, здрасте, и все, до свидания, бензин сливать, да, это отдельная тема, можешь еще слить бензин, я по-моему пустой бутылок не взял, увы, ладно, шоколадно, ребят, огромнейшее спасибо вам за то, что вы тут находились, за то, что вы лайк поставили, за то, что комментарии написали, если еще ответили что-то в тему, я буду очень благодарен, спасибо вам, ребят, вы лучше, именно, почему я так говорю, потому что я знаю, если ты зашел на видос и слышишь это, значит, ты досмотрел до конца, значит, ты пускай ничего там, не лайкал, не комментировал, но все-таки поддерживаешь то, что выходит на этом канале, ну и пока ты здесь, на канале все равно что-то будет выходить, может быть не так часто, но все, спасибо, удачи, увидимся в следующих видео.